ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотела сделать такую собачку. Я увидела ее в магазине. И мне прям очень-очень захотелось с ней поиграть. Вот такую собачку? Или вот такую? Какую ты увидела? Вот такую. Но из-за цены я не смогла ее купить. И решила, что смогу сделать такое дома. И сделала. Как она светит? Вот так. Я считаю, что ты молодец. Но мне только хочется иметь такую собачку. Хорошо. Тут сколько мороженого надо было съесть? Бедная-бедная девочка. Не человеческие условия. Пришлось есть мороженое. Ты использовала палочки для мороженого, да? Просто какие-то досточки. Линейку. Линейку. Спичечный коробок. Скотч. И даже ленточку. Но почему ты решила, что в вашем доме необходимо иметь такую лампу? Уроки делать скучно, когда просто обычная лампа. А так смотришь на свою собачку, потом смотришь свои уроки. У меня три братика, которые тоже ходят в школу. Есть один стол, за которым учится мой старший брат. Есть второй стол, за которым учусь я и мой младший братик Тимоша. Так. И есть маленькая парта, за которой учится Павлик. И Павлик, и Тимоша сегодня в гостях вместе с мамой Олей. Олечка, а ты все-таки купила, я вижу, лампу, да? Когда мы в Киеве посетили выставку украинских стартапов, и мы увидели эту собаку, то не купить было просто невозможно. У наших дизайнеров это стоимость от 400 гривен до 1000. Положение собаки можно менять, что тоже приятно. Включаем. Светит достаточно под низким углом, мы можем подсвечивать прям. Включается и выключается. Уже плюс. Этой лампы. Уроки делать, поднося прям тетрадочку под свет, будет тоже достаточно удобно. А другие позиции? Легко. Мы можем приподнять, опустить лапы. Шикарно. И вот стандартный вариант того, как стоит собака. А голову опустить сейчас можно? Да. Это как пожектор для съемки. Можем ушки подгибать назад. Давай, опустим. Так оригинально вообще. Первый раз такое вижу, кстати. Для того, чтобы начать делать лампу, мы отправляемся в строительный магазин и покупаем рейку. Вот так вот она выглядит. Толщина рейки должна составлять не менее полтора сантиметра. И ширина у нас 4 сантиметра. Затем нам надо нарезать. Мы можем это попросить сделать прямо в строительном магазине. Нам необходимо две вот такие вот части по 30 сантиметров. Это туловище собачки. Затем нам нужны вот такие вот рейки по 22 сантиметра, 4 ножки и ушки. Одно ухо, второе. 13 сантиметров, 4 кусочка нам необходимо на хвостик, 2 уха и шея. Как ты думаешь, чего не хватает собаке? Головой. Можно, конечно, взять несколько отрезков фанеры, 5 штучек разной величины, и смастерить самостоятельно эту коробочку. Ну да. Но можно упростить это все. Мы идем в магазин, где продается все для декупажа, и покупаем вот такую вот коробочку готовую. Это деревянная заготовка, она обычно используется как шкатулочка. Ее можно разрисовать, обклеить какими-то наклеечками, рисунками. Нам она как голова идеально подходит. Вот такие болты с гайками продаются также в строительных магазинах. Больших болтов нам необходимо две штучки. И длина их 8 сантиметров. Диаметр их полсантиметра, но в принципе это не имеет значения. Главное, что отверстия, те, которые мы будем делать потом в речках, соответствовали болту. Затем у нас идут вот такие вот маленькие. Они у нас по 3 сантиметра. Три штучки. И еще один вот такой вот тоненький болтик. Он нам необходим для того, чтобы соединить голову и шею. Он у нас 4 сантиметра и немножко меньше диаметра, 3 миллиметра. Также от старой лампы, которая уже была дома, у нас остался цоколь. Если нет, его, конечно, тоже необходимо приобрести. Это основа нашей лампы. И шнур, желательно, конечно, с переключателем. Очень бюджетно. Мы можем вложиться в 100 гривен. Потому мне кажется, что это очень-очень стоящая вещь. Я предлагаю спросить у молодых людей, да и у мамы тоже. Нужна ли дома такая лампа-собака? Конечно, нужна. Так, а мальчики? Тимофей и Павел. Тимофей, привет. Здравствуйте. Ну что, тебе нравится вот эта лампа-собака? Да. Как ты думаешь, если у тебя такая лампа-собака будет, ты уроки будешь хорошо делать? Может быть. Правильно. Но не уверен. Тимофей, ты прав. Не надо ничего вот так сразу обещать. Пашенька, скажи классная лампа. Ну, не совсем. Не совсем. А вот та вот. А как ты думаешь, сможет Настя своими руками вот такую вот лампу вам сделать? Возможно. Возможно. Пожелаем Насте и всем нам удачи. Ну, конечно, без помощи родителей и взрослых тут не обойдется. Но если мы хотим полноценную лампу, то, конечно же, нам немножечко надо будет постараться. После того, как мы порезанные рейки принесли домой, нам необходимо обязательно покрыть их пропиткой. Это не горючая пропитка. Она наносится одним слоем для того, чтобы защитить дерево от перегрева, чтобы, не дай бог, не возник какой-то пожар. Затем можно, конечно, покрыть красками. Можешь разрисовать, можешь сделать какой-то декупаж. Там уже как фантазия, подскажешь. А вот эту пропитку наносите вот здесь, с внутренней стороны? Обязательно. Это же самое такое горячее будет место. Да. А теперь дрель. Ты когда-нибудь дрелила в жизни? Нет, не дрелила. Дебют. Ну, давай попробуем. Пока в воздухе. Держи. Отпускаю. Лучше такую работу поручить, конечно же, мужчинам. Но, в принципе, даже женщина с этим справится, потому я готова это доказать и показать. Отступив по 2 сантиметра от края, мы можем поставить меточку и теперь сверлить. Я всегда так любила в детстве, когда папа делал так. Казалось как-то волшебно, как будто он пыль какую-то волшебную раздувает. Для того, чтобы было все аккуратно, так как это будет в детских руках, занозы мы не любим, это местечко лучше затереть. Но с этим уже ты справишься. С одной и с другой стороны отверстие наждачкой мы выравниваем поверхность. Делаем это все аккуратненько. Это безопасная работа, ребенок с ней справится. Торцы, речки тоже, если нам порезали в строительном магазине и где-то образовались неровности, мы их тоже можем аккуратненько затереть, сделать все красиво. И переворачивая речку, и с другой стороны тоже самое делаем. Отлично. Так, я пока продолжаю. Как Шерлок ваш пес отнесся к появлению еще одной собаки в доме? Он очень смешно лаял. Он когда увидел, он насторожился. Ну что за безобразие такое? Это же важно. Он это делает очень смешно, он еще так вытягивает губки и становится очень веселым. Так что, ну, скоро у тебя появится питомец. У меня братьев-сестричок больше, чем питомцев. Если мы сделаем лампы каждому ребенку в этой семье, то места просто не хватит в квартире, да? Это же сколько? Семь ламп? Круто. Можно делать лампы совершенно разного размера. Поэкспериментируйте с этим. Действительно, может быть мама, папа и маленький щеночек, например. Тут есть место тоже для фантазии. Основная наша и самая тяжелая работа закончена. Нам необходимо только теперь все вместе совместить. Надюш, передай мне, пожалуйста, одну речку, которая самая длинная, с двумя отверстиями. Да, это вторая часть туловища. Давай еще тогда одну лапку нам и хвостик. Теперь из того, что у нас получилось из рек, надо сделать собаку. Держи, болтик. Теперь тебе надо нанизать лапу. Это лапа? Пока не очень похоже, но это она. Сейчас мы сначала ставим лапку, затем следующее у нас идет туловище, хвостик, туловище, лапка. Мы все делаем правильно. Если что-то неправильно собрал, например, три лапы получилось задних, то можно быстренько перекрутить и сделать заново. Теперь хвостик. Правильно. Теперь опять туловище. Так, Надя, мне кажется, что ты подсказываешь. Я учусь. Супер. И лапа. И лапа. Самый длинный болт вот. И теперь... Это вот туловище, вот так вот лапы. Я шайбу сначала креплю. И закручиваем эту часть. Мы оставляем немножечко подвижными все детали для того, чтобы ножки, хвостик можно было. А ну-ка, Настюшенька, что дальше? Как ты думаешь, что ставить? Посмотри. Нам нужно еще на две лапки и шейка. Абсолютно верно. Умница. С одной и с другой стороны у нас точно такие же детали. Разница вся заключается только в том, что там, где у нас был хвостик, у нас теперь шея. И в этой речке, где шея, нам необходимо сделать небольшое отверстие сверлом меньшего диаметра для того, чтобы потом вкрутить голову. Левая и правая части будут одинаковые. Давай, собирай. Можешь положить, как тебе удобно. Смотри. Раскручивай. А я пока расскажу про коробочку. Такая коробочка, может, все-таки сделаешь шкатулочку какую-то? Не называй, пожалуйста, нашу голову коробочкой и шкатулочкой. Просто, ну, даже собаке, это обидно. Это не ваша голова, а собакина. Нам надо просверлить два отверстия там, где будут уши. Точно так же на болтике мы будем их прикручивать с одной стороны и симметрично точно так же с другой стороны. Ну, давай, заканчивай тогда и вкручиваю винтик. Правильно ты взялась. Единственное, что, да, сначала возьми вот эту плоскую часть. Шайбу. Шайбу, одевай ее. Сюда. С другой стороны. Ты можешь опустить на себя, смотри, чтобы тебе было удобно. Положи его. Ты уже придумала ему имя? Конечно, нет. Это же братикам на подарок. Пусть они и придумают. Все, отлично. Есть практически все, кроме головы. И я так понимаю, что это самая сложная часть, потому что туда же и лампу надо еще установить. Да, тут без электрика, конечно, не обойдется. Люди, которые не знают, как это делать, лучше, конечно, обратиться к специалисту, потому что там у нас проводочки, там у нас электричество. Должно быть тоже все безопасно. Мы сделали два отверстия для ушек. Еще два отверстия у нас с нижней части по серединке, по центру, там, где мы будем крепить к шее голову. И одно отверстие рядышком, недалеко от того, где будет шея у нас, туда мы будем продевать шнурок для патрона. И еще один винтик у нас по центру, в затылке, на дне коробочки у нас, там вот виднеется тоже еще один болт, куда мы как раз будем вкручивать патрон. Так, провода мы запускаем в отверстие для провода, еще одно отверстие остается рядышком для шеи. Затем патрон подсоединяем к проводам и патрон мы вкручиваем в болт, который у нас по центру, в голове. Для собачки у нас не хватает еще чего? Две части еще он лишит. У шеи. Остались. У шеи, правильно. Два болтика. Это изнутри надо делать, да? Так, у нас получается вот сюда, не-не, смотри, вот сюда ставим и туда продеваем болтик, в ту сторону. Скажи мне честно, пожалуйста, Настя, кто лучше готовит? Ты или мама? Подумай, тебе с ними еще жить. Да, лучше всего мы с мамой вдвоем готовим. Ах, ты ж хитрая ты такая, лучше вместе с мамой. Хорошо. Тогда у меня вопрос к Тимофею. Тимофей, кто вкуснее готовит пирожки? Настя или мама? Ну, вообще это вопрос времени. Ну, что пока что они готовят одинаково. Потом я думаю, что Настя будет готовить лучше, чем мама. Какая прелесть. И пока мы тут мило беседуем, уши уже на голове. И у нас осталось еще одно отверстие, куда мы изнутри помещаем болтик, выводим его наружу и будем прикручивать к шее. Давай ставим на лапы. Вот она шея. Поворачивай шеи ко мне. Мы еще даже не знаем, он это или она, правда? Он же еще не родился. Ну, вот тот, по-моему, мальчик. Темненький такой, веселый. Настроение у него такое. Пацанячий. Такая оригинальная лампа. И так быстро можно сделать. Привет, хозяйка! Приснится же такое. Я тебя еще не знаю. Что, не нравится? Ну, я же ее пока еще не знаю. Пора знакомиться. Лампочку только осталось крутить. Наш пес уже присел. Но для того, чтобы полностью завершить работу, нам необходимо покрыть его еще лаком. Так что сейчас еще немножко порисуем. Готово? Да. Давай перчатки надевай. Это я люблю делать. Можно разукрасить акриловыми красками. Но ты же кисточками тоже пользуешься, правильно? Когда приготовляешь что-то. Масто наносишь кисточками? Конечно. Ты будешь первая из детей в семье, кто сделал своими руками лампу-собаку. Я хочу сказать, что, конечно, прокрасить все детали, либо покрыть лаком лучше до того, как мы их все между собой скрепим. Но тогда мы бы не смогли сейчас работать и увидеть готовый результат. Потому мы, конечно, все сначала собрали, потом уже начали красить. Обязательно цоколь подключить все правильно, корректно, чтобы электричество, конечно же, было безопасным для нас. Ну, а теперь нам надо немножко подождать, пока пес высохнет. И вполне можно дарить брату. А лампочку будем вкручивать? Лампочку вкрутить? Точно. Ты довольна помощницей, Оля? Очень. Еще одно доказательство того, что талантливый человек, он за что не возьмется, все идеально. Я думаю, что там сдалека мальчишки не очень сильно разглядели лампу. Тимофей, Пашенька, бегите принимать работу. Боже, прелесть какая. Так, у нас все готово. Ну и, конечно же, надо зажечь лампу, правильно? Да. Ну что, нажимай. Та-дам! Тимофей, ну что, нравится тебе, Паш? Да. Нравится? Да. А какая больше нравится, вот та темная или вот эта светленькая, которую Настя сделала? Все оба. Тогда беру все, говорит. Мне нравится вот эта светленькая лампа, потому что она сама такая вся светлая, да еще и будет светить. И вот тоже хозяйство Детына не забывает про ту лампу, которую Настя с собой принесла. Тоже пригодится. Ну что, они похожи. Очень. Я считаю, что им найдется всем место в вашем интерьере, правильно? Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй свои комментарии и делись им со своими друзьями и близкими людьми. А также подписывайся на наш канал, и ты будешь в курсе всего самого нового и интересного первым. Субтитры сделал DimaTorzok